Всем привет! Это продолжение урока по библиотеке по определению столкновений на английском языке. Это коллизи. Называется библиотека BAMP, автор Кикита. И мы продолжаем с того места, где остановились. Исходный код на гитхабе есть. Этого урока тоже будет загружен. Так, и мы попробуем, сделаем сегодня в этом уроке коротеньком небольшую игру, где будут у нас просто, кроме стен, появятся еще монетки, которые можно собирать, и лава, в которой вы будете умирать. Так, ну давайте сейчас рассмотрим, вернемся к документации. Так, мы остановились в прошлый раз вот здесь. Окей. Но суть такая, что эти функции и методы, возможно, они вам не нужны для создания простой игры. Но, например, возникают такие случаи, когда вы хотите заспаунить монстра, например, в этом углу, и хотите проверить, свободное здесь есть место или нет. Для этого нам не нужно создавать какой-то квадратный объект, двигать его сюда и проверять коллизии. Можно просто проверить, есть ли здесь какой-нибудь объект или нет. Или несколько объектов. Ну давайте начнем с простой функции. Так, самая простая функция это запрос точки по координатам x, y. И вот мы увидим, есть по координатам, например, курсора, вот, кстати, у меня курсор, координаты курсора, видите, движутся. Вот, и мы показываем ноль. Давайте сейчас вместо этого нуля будем показывать, сколько объектов под курсором нашей мышки. Как я рисую, так, вот эта вот строчка у нас рисует количество объектов в табличке. Табличка, видите, глобальная. В нее будем складывать объекты, которые находятся под курсором. Так что по сравнению с первым уроком добавлена вот эта строчка и вот эта. Так, ну давайте теперь заполним эту табличку. Заполнять мы будем в стандартном love.update. Переменная должна быть глобальная, чтобы мы ее могли видеть и в той функции, которую выводят на экран drawMessage. Так, давайте, давайте скопируем. Давайте вот так сделаем. Она возвращает список. Этот список пойдет в эту переменную. Так, стираем. Длина len нам не нужна, так как мы длину списка и так определим. Кстати, есть такое соглашение в языке лоа. Если у вас функция возвращает несколько значений, и какие значения вам не нужны, вы их принимаете вот в такую переменную, подчеркивание. Так, фильтр мы пока сюда ставить не будем, но мы с ним еще поиграем. Так, я себе, чтобы не забыть, не забыть, что мы должны с фильтром что-то проверить. В комментарии. Фильтр. Так. И вместо XY мы давайте получим... Вот у нас есть функции, которые возвращают всякие там нажатые кнопки или позиции координаты XY нашей мышки. Давайте сразу возьмем loveMouse getPosition. Она возвращает сразу и X и Y при одном запросе. Так. GetPosition. Давайте попробуем, запустим. Отлично работает. Подвели курсор к нашему игроку. Вот. Она показывает, что один игрок. Подводим сюда. Показывает аж 4 объекта. Ну, видно, что вот этот, вот этот, вот этот и так далее. Так. Ну, это все здорово получается. В принципе, у нас уже достаточно для того, чтобы в какой-то точке проверить наличие объектов и туда сделать спавн какого-нибудь монстра или монетки. Ну, на самом деле я немножко сейчас лукавлю. Потому что для того, чтобы заспаунить монетку или, например, игрока телепортировать, нам нужно проверять не точку, а квадратную область. Ну, мы к этому еще дойдем. Давайте сейчас фильтр попробуем сделать. Так. Про фильтр написано. Это опциональная функция, которая принимает только один параметр. Или, так. Вот эта функция наша, QueryPoint, это я сейчас не фильтр, она не вернет список, не будет в список возвращаемых элементов, которые находятся в заданной точке. И будет возвращать только те типы элементов, которые нам разрешены. Так. Ну, давайте. У нас сейчас как типы помеченных элементов. Вот мы создаем игрока. Игрок. Игрок. Где мы нашего плеера создаем? Player, Player. Вот он, Player. Name, Player. IsCoin. Так. Ну, не изCoin у нас. IsPlayer True. Пускует IsPlayer True. А где мы создаем наши строчки? Не строчки, а наши стены. Так. Извол равно True. Мы так будем определять по этому признаку. Стена или игрок. У нас пока всего два варианта. Так. Давай теперь для этого напишем фильтр. Фильтр, фильтр. Вот фильтр, так. Local Function. Фильтр. Only Player. Return. Так. One Player. А здесь он получает на проверку тот item, с которым мы соприкасаемся. И фильтр вызывается каждый раз для каждого по очереди. Для всех элементов, которые у нас в данной точке находятся. Так. Что мы должны вернуть? Мы должны вернуть item. IsPlayer. Так как у нас только внутри нашей таблички с плеером находится IsPlayer равно True. То этот фильтр истину будет возвращать только для игрока. Теперь нужно нам не забыть фильтр добавить. Так. 206. Ага. Ребята. Ладно. Сделаем. GetX. GetY. Отличный фильтр. Фильтр. Так. Показывает 0,0,0. А на игрока должно показать 1. Отлично. Как сделать, чтобы нам выдавало все объекты, кроме игрока? Ну, фильтр переписать. Вот он, фильтр. Кстати, этот фильтр, он подходит для любых функций, которые следующие будут. Не OnlyPlayer. Не player, не игрок. Просто заменяем название фильтра. И у нас уже будут появляться. Так. Название-то я заменил. А здесь нужно писать нод. Добавить. Инвертируем значение. Что если у кого-то есть из объектов такое поле, из player, оно должно переворачиваться. Все отлично работает. На стены показывает. На игрока нет. Игрока как будто бы и нет у нас. Он отфильтровался. Так. Вот здесь была куча стен. Четверка. Все показывает. Отлично. Мы потом усложним эти фильтры. Они нам нужны будут для сбора монеток, например. Так. Давайте посмотрим дальше. Это мы сейчас точку только смотрели. Итак, вы поняли, что он возвращает просто список тех вещей, с которыми пересекается. Никаких координат их он не возвращает. Потому что координаты вы можете из самих вещей потом достать. Так. А вот здесь уже чуть сложнее. QueryRect. Это означает, что мы уже не точку опрашиваем, а целый прямоугольник. Я предыдущую строчку просто закомментирую. Оставлю ее как пример. Мы видим, что уже не только x, y, но еще и мы должны задать ширину и высоту нашего прямоугольника, с которым мы столкновением будем проверять. Так. Давайте-ка этот прямоугольник будем отрисовывать. Отрисовывать. Где у нас вот Draw Message. Здесь сделаем вот так. Love Graphics. Rectangle. Здесь прямоугольник мы рисуем линий без заливки. Иначе бы здесь у нас fill было. Так. А координаты x, y и его ширину и высоту. Давайте для простоты просто скопируем. Они должны совпадать с координатами мышки. Вот он, прямоугольник, который мы возим с собой. И он реагирует на все, кроме игрока. Вот видно, я краешком коснулся, уже единичка. Другим краешком коснулся, тоже единичка. Так. А вот здесь тройка. О, отлично. Так. И больше даже. Можно попасть. Где у нас тут? 4 было. Ну, здесь я объяснять, по-моему, ничего не нужно. Вы поняли. Все то же самое, только мы не точку. LT это значит left. Это сколько точек слева. T это сколько точек сверху от топ. Так что это те же x и y. V и h это ширина, вид. И height это высота. Так. А вот это вот классная штука. Это опрос с помощью отрезка. Сейчас мы этот опрос с помощью отрезка так закомментировали наш прямоугольник. Сделаем сейчас опрос с помощью отрезка. И вы подумаете, для чего можно такой опрос производить. И еще нужно посмотреть, что он нам возвращает. Он нам возвращает. Квери-сегмент. Странно. А, во. Я спутал query-сегмент и query-сегмент with Quartz. Так. Ну, ладно. Мы сейчас простой вариант испытываем. Query-сегмент. Давайте мы этот отрезок будем от начала координат наших чертить. Значит, с координат 0,0. Так. Вот эти 20-20 нам уже не нужны. Так что с левого верхнего угла и за курсором будет двигаться. Можно фильтр убрать. Тогда даже игрока будет показывать. Ну, давайте фильтр уберем. Пока что. Так. Давайте теперь отрисуем. Отрисуем наш отрезочек. Рисовать его будем с помощью line. Давайте вообще посмотрим, рисует отрезок или нет. Так. Вот видно верхняя стена. Вот игрок. Давайте игрока выведем. Оп. Видите, с левой, левой верхней. Вот здесь следите за числом. Игрок пересек. 4, 6, 7. Вот я уже вижу, можно какую-нибудь игру сделать, которой нужно найти максимум такой угол для вашего отрезка, в котором будет максимум объектов на пути. Например, чтобы больше разрушений ввести. Так. Но этим лучом, получается, можно проверять, есть ли видимость прямая из какой-то точки. Вот, например, если вы честно делаете монстров, злодеев, нужно не только расстояние до игрока вашего определять, а нужно еще и честно на него смотреть. Какой-нибудь в виде конуса область видимости вашего монстра. Вот он повернулся направо, и он видит, например, отсюда досюда, вот в этом диапазоне. Вот. Если там стоит кирпич на его пути, то, конечно же, он не увидит вашего игрока, и игрок спокойно пройдет дальше. Но тут, конечно, придется как-то с фильтрами поиграть. И, скорее всего, вот эта функция, которая мы сейчас, простая, пересечения с простым сегментом, она нам не подойдет. Нам подойдет следующее. Она возвращает все то же самое, вот этот сегмент, она возвращает нам то же самое, что и предыдущая функция с прямоугольником пересечения и с точкой. А вот это вот уже что-то новое. Запрос пересечения с сегментом, ну, с отрезком, и координатами. Так, ладно, давайте. Чтобы для ваших экспериментов, я оставляю эти строчки, вы потом код скачаете, если. Чтобы вам не набирать текст. Так, просто достаточно будет раскомментировать нужные строчки. Вот. Параметры те же. Фильтр также задавать. Но возвращает он уже не просто айтемы, а все гораздо сложнее. Давайте прочитаем документацию. Что же он возвращает? Он возвращает вместо айтемс, вместо тех предметов, с которыми мы пересекаемся, он возвращает какую-то информацию по айтему. Так что количество, табличка будет с таким же размером, но вот давайте сейчас запустим. Мы же только числа выводили, да? Числа. Вроде количество то же самое. Все работает точно так же. Но, на самом деле, нам выдают табличку из табличек. В каждой табличке есть, в каждом элементе таблицы, который нам вернут, есть такой атрибут айтем. В нем как раз и находится тот объект, с кем мы пересекались. В нем есть, дальше, два атрибута. Это х1, у1. Это координаты с первого пересечения этого луча. Не луча, а отрезка с этим объектом. И х2, у2. Это последний элемент, дальний. С этим объектом. Так. А это что такое? Т1, т2. А это он возвращает не координаты на экране, а сразу уже для нас посчитанные очень полезные значения. От нуля до единицы. Так. Ну, давайте. И они показывают, насколько далеко от начальной точки нашего отрезка, а вот координаты х1, у1, произошло столкновение. Это, соответственно, Т1, это, видимо, начальные. И Т2, это конечные. Ну, а лен это длина, как и было. Так. Ну, давайте теперь выведем больше информации. Больше информации нам придется вот здесь выводить. Давайте я тоже закомментирую. Так, мы здесь только длину выводили. Давайте сделаем вот так. Чтоб у нас ошибок больше нуля. Если у нас есть. Давайте будем выводить. Во-первых, попробуем добраться до имени. Имени того, с кем пересекаемся. Пересекаемся в первую очередь. Так. Эта информация обычная. Давайте чуть ниже еще одну строчку напечатаем. В этой строчке мы будем... Так, что нам печатать? Давайте имя первого элемента. Зачем первого? Мы можем... Мы сейчас в цикле все это сделаем. Перекравно от одного до длины... Куда-то я тут не ехал. Не люблю этот редактор. Но учиться в нем одно удовольствие. Что легко... ZeroBrand Studio легко ставится. Кстати, вот это условие уже излишнее. Хотя нет, не излишнее. Раз я здесь уже вывожу решетка. Да, излишнее. Давайте будем избавляться от ненужного кода. Здесь меня спасает цикл. Что если у нас ноль элементов, то мне... То это тело цикла, вот это, ни разу не выполнится. Так. Давайте упростим. Чтоб нам много не писать. Пишем. Item. От игрока. Давайте здесь пишем. Item. Name. Я, по-моему, везде задавал имя. Давайте посмотрим, где у нас то плеера. Мы задавали вот плеер. Name есть у нас. Плеер один, да? И когда мы создаем какую-нибудь стенку, мы тоже ей имя создаем. Wall и количество стен. Ага. 27-й нил. Ага. Нужно не просто item. It. А внутри нашего It уже item. Вот смотрим, да? Смотрим вот сюда. Нам возвращают таблицу, в которой наш предмет, с кем мы пересекаемся, хранится вот под таким именем. Точка item. Если не поняли, но еще раз пересмотрите или посмотрите урок про таблицы. И лучше прочитайте документацию. Так, все должно работать. Так, координаты мышки здесь не нужны. Хотя ладно, оставим. Пишем IT x1 y1 Вот так, по-моему. Так, вижу, что что-то все там печатается, но мы забыли координаты. Координаты. Это увеличивать по Y. Здесь плюс Y умножить. Давайте. Через 10 пикселей у нас будет каждая строчка. Так, вот. И стены. О! Интересно как-то. А, я начинаю из-за внутри этой стены. У меня у стены тоже координаты 0,0. И поэтому она с этой стеной считает, что не было пересечения. Но вот стоит мне за эту стену выйти, она мне сразу показывает, что было пересечения. Вот, кстати, здорово. Можно, получается, определять, вы находитесь внутри. А давайте вообще сделаем. С координат мы будем 0,0. А давайте с координат, например, 2,2. Здесь тоже, соответственно, 2,2 наш луч рисуем. Так. И еще раз смотрим. Пересечения ни с чем нет. Я сейчас нахожусь внутри wall1 стены. Вышел из этой wall1. Вот она мне показывает, что пересечение произошло по координатам 2,2. А! Вы поняли, почему показывает 2,2. У нас начало нашего нашего отрезка на 2,2 находится. А если мы смотрим в документацию, у нас он возвращает информацию x1, y1. это начало пересечения. И координаты x2, y2. Давайте мы их добавим, эти координаты, чтобы их видеть. так. x2, y2. Запускаем. Да, и вот теперь видно, что он показывает координату, в которой я пересекаюсь с этим. И, кстати, в документации у Kikita написано, что вот эти вот query, которые мы сейчас изучаем, точка там с прямоугольником или вот с этим отрезком, он говорит, что это все быстрее работает, чем если бы мы создавали какое-нибудь квадратное тело и пытались им вот так двигать и проверять. Так. Игрока. Вот с игроком нашим пересекается. Давайте попробуем игрока выведем из-под удара. И видно, что координаты пересечения начальные и конечные тоже меняются нашего игрока. Как много тут стен. Сейчас игроком. Ладно, что-то я заигрался. Итак. Комментарий. Многим людям понадобится только info-item и координаты. Они, допустим, нужны вот эти координаты x1, y1, x2, y2 нужны для того, чтобы показать точки входа и выхода патрона. Например, мы стреляем через стену. Мы можем... Ну, давайте еще раз запущу. Вот смотрите. Мы простреливаем стену и мы нам вот здесь нам выдают координаты входа и выхода. И вы здесь можете клевые эффекты. Например, здесь кровь какая-нибудь брызгает или там осколки от стены отлетают. И здесь тоже на вылете что-то вылетает. Вот. Вот вам, видите, уже посчитали координаты, где вы все это можете нарисовать. Так. А давайте мы вот эти t1 и t2 еще выведем. t1, t2. t1. t1. Запускаем. Ну и эти точки, вот видно, какие большие числа, они от нуля. Вот видите, близко... Так. Они показывают, насколько первая точка близко к началу. Так. Что же у него тут написано? t1, t2. Как далеко начальная точка нашего отрезка и до того места, где произошел этот удар пересечения. Так. Что-то... Вот я вижу, что здесь совпадает t1, 0. Как бы пересечение действительно здесь произошло. Так. А давайте мы с координатой чтобы понять. Путин отрезок рисовать не из 2, 2, например. 20, 20. Маловато. Так. У нас стены, по-моему, 40. Так. Значит, давайте 60, 60. Я думаю, что мы сейчас урок все-таки закончим. То, что я сегодня возможно запишу продолжение про монетки и про лаву просто не будем удлинять урок. Ага, отлично. О, никакого пересечения нет. Теперь давайте подводим нашего игрока. И смотрим. В правом верхнем углу мы видим 0.19 и 0.52. Давайте я двигаю нашего игрока. Первая точка почти равна нулю. действительно произошло в начале нашего отрезка пересечения. Давайте попробуем поближе к концу. Видим. Да. И вот сейчас показывают опять эти две точки 0.59 и 0.93 в правом верхнем углу вот у нас этого числа. И мы видим, что эти 0.93 это близко к единице. Это значит близко к концу этого отрезка. 0.5 это близко к середине этого отрезка. Можно даже попробовать как-то вот еще ближе к 0.5. Для чего это нужно? Ну знаете, с координатами зачем связываться? Например, вы можете настроить, если вы будете с помощью таких лучей делать как бы сенсор в глазах ваших врагов, вы можете какие-то крайние значения завести. Например, дальнозоркость, не дальнозоркость как, что у вас будет приниматься в расчет только если объект ближе чем 0.5. Это значит вот где-то если уже на середине этого луча то тогда только ваш враг поднимет тревогу или он может быть уже поднимать начнет тревогу где-то вот здесь а здесь он уже начнет действовать видите за вас уже посчитали расстояние вам уже не нужно никакие дистанции определять вам уже вернули значение так ну что у нас дальше будет дальше у нас будет продвинутый API давайте его рассмотрим в следующем или даже в четвертом уроке ну ставим лайки подписываемся задаем вопросы я вам на все отвечу исходный текст можно будет скачать гитхаб на этом урок закончен в четверть в четверти Bye